Здравствуйте! Конечно, фестивали, как массовые празднества и показ достижений какого-либо искусства зародились не вчера. Можно привести сотни примеров названий театральных традиционных фестивалей, проходящих по всему миру. Есть кино, театральные, рекламные, джазовые фестивали, фестивали йоги, боди-арта, пивные, цветочные. Итальянский архитектор Рикардо Морелли на вопрос, почему мы выносим искусство из музеев на арт-фестивали, ответил так, мы художники хотим, чтобы работы находились в центре жизни людей. В 21 раз в Архангельске уличное театральное искусство врывается в нашу жизнь. Кому, впрочем, не по душе такой театр без границ и правил, те, как говорится, могут переключить каналы. Ну, а остальных, для остальных представляю гостям художественный руководитель Архангельского молодежного театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Виктор Петрович Панов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот с 22 июня целую неделю выступит аж 16 театров из разных уголков мира. Когда начинали? Начинали у нас, это в 90-м году был первый фестиваль, тогда фестиваль шел, по-моему, две недели. Ну, во-первых, тогда были другие руководители в городе, которые очень этого хотели, и он специально был сделан для усиления звучания дня города, специально. И я помню Герасимова, и даже потом Павел Николаевич Балакшин, всегда они меня приглашали, спрашивали, Виктор, сколько надо, чего, где, потому что это сейчас никто, кроме губернатора, этим не интересуется. Это абсолютно точно. Даже Министерство культуры не сильно напрягается на то, чтобы осуществить все то, что мы задумываем. Наверное, просто другие люди. Но дело не в этом. Тогда ведь еще были соловки, и самый-то кайф был в том, что когда вот ночной поход туда и ночной обратно, там такое вытворяли вообще, и артисты, и пассажиры же ездили, Володя Резицкий джазовый фестиваль возил. Это было, конечно, здорово. Была просто элементарно поставленная задача. Можете меня считать за идиота. Нас ненавидят в Европе и в Америке, по большому счету, это точно совершенно, потому что так нами все пугает. У меня была задача, полюбили, чтобы Архангельск, полюбили, чтобы Север, полюбили Соловки. И первые пять лет, что удивительно, с 90-го года, а это же лихие бандитские годы, простите меня, пожалуйста, все коллективы, и Леобаси, и Поль Марокко, это звезды мирового просто вот искусства, они приезжали бесплатно. Им хотелось увидеть тогда, какой стала Россия и после распада советского и так далее. Они приезжали бесплатно. Сейчас уже бесплатно никто не приезжает, правда, авторитет у фестиваля в мире просто огромный, поэтому скидки нам делают большие. По гонорарам, да, большие скидки делают. Если вспомнить, я на открытии фестиваля, будем показывать какие-то кадры, в прошлом году была пресс-конференция, где участвовали, вот перечислили, плюс Ян Вандерберг, плюс Юрек Зон, это просто мировые звезды, организаторы и участники фестивалей. И они сказали это в присутствии одной из помощниц Мединского, министра культуры России, что Архангельский фестиваль можно по уровню приравнять к Эдинбургскому и Авеньонскому фестивалю и по душевному приему, как нас здесь принимают, и как это выше, чем Эдинбург и Авеньон. Это для меня была такая хорошая такая оценка. Я бы хотел, чтобы люди, которые могли бы сделать так, чтобы весь город на этом зарабатывал, но вот все время трещу. Эдинбург, Авеньон, Ариак из нищеты выползли за счет уличных фестивалей. Да, вот мы вот эту мысль с вами разовьем. Эта тема потрясающая, тут миллиарды можно заработать. Ну если, извините, 8 миллионов туристов приезжает, и этим же кто-то занимается, в Авеньон, японцы и американцы. 8 миллионов за месяц. А у нас что? Ну тем не менее, у нас 16 театров, мы еще поговорим на эту тему. 16 театров из разных уголков мира. Я могу сказать, извините, никогда не хожу со шпаргалками, но поскольку в связи с неправильной политикой нашего правительства без конца скакал доллар и евро, мы меняли театры, вынуждены были и так далее. Поэтому я впервые в жизни по бумажке. Это значит страны-участницы России, Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Северодвинск, Голландия, Великобритания, Швейцария, Франция, Испания, Бельгия, Польша, Дания. Вот основные площадки, говорю просто, площадь перед драмтеатром будет занята почти каждый день, Петровский парк, площадь Ленина, площадь мира у библиотеки имени Добролюбова, улица Чумбара-Лучинского, музейный дворик, молодежный театр. Вот в молодежном театре внутри даже будет. И один из театров, театр КТО, это Юрок Зон, это знаменитый польский театр, он будет работать, как Титан-Арена это начинается, да? Вот это мне понравилось, их предложение. А, в торговых центрах, да? Потому что вот все эти торговые центры, вот мой театр дважды, торговая сеть «Карефур» во Франции, там так называлась программа «300 лучших актеров мира», вот мой театр дважды по две недели участвовал и в Париже, и в других там городах французских. Именно в этих, это мы тогда боялись, что в магазине выступали, а там магазин-то называется «Галерея», там и сценические площадки есть и всё. Поэтому это и для них прибыльно, потому что зрители же приходят, смотрят, они же что-то купят. Вот это интересная идея, да? Это идея классная. У нас сейчас достаточно много торговых центров. Конечно, отвратительная идея, что в центре города построено такое убожество, архитектура загородная, вообще-то архитектура этого дома, это всё за город надо переносить, или за город, как правильно, в общем, за черту города, куда-то туда, а они в центре города из уродовов этим самым вообще, извините, мой любимый город, но то, что внутри будет это происходить, это замечательно. А, кстати, у вас есть критерии для отбора труб? Как это вообще делается? Ребята, во-первых, у нас очень жёсткий идёт отбор, отбор идёт по некоторым... Во-первых, качество, это в первую очередь. Во-вторых, всё-таки цена. Потому что, извините меня, я не могу не сказать, вот, например, у нас в бюджете планируется 5,5 миллионов, а в Перми 50 миллионов на фестиваль дают, и отвратительный фестиваль, его критикуют все, ну, там, как вот, действительно, а не от нас много чего хватает. И про Перми я тебе расскажу ещё, интересно, совершенно хохм. Значит, вот это сейчас, мы, конечно, упирались вот в стоимость всё-таки гонорара и прочие вот такие вот вещи. Потом, понимаешь, когда проведён 20 проведено фестивалей, ходули были, были пневматические ходули, и вся команда разбились, они же все погибли, вот 5 человек, которые были, одна только осталась женщина, ну, это на батутах ходули, они дважды сюда, Белый театр, по-моему, называется, были. На кранах Трансэкспресс поднимались, на кранах и внизу оперные певицы, тоже это дело было. Ну, кажется, уже всё было. Огонь мы первые привезли сюда, театры огня, это же никто. Барабанщиков японских, китайскую оперу. Кажется, уже, ребята, честно говоря, уже выбирать становится всё сложнее. Сложнее и сложнее. Конечно, есть такие гиганты, как и Лотопи или Дохтруп, которые стоят, в общем-то, достаточно сильных денег. Но это стоит, если я могу рассказать Дохтруп, они бы вот взяли стадион Динамо, тоннелей бы внутри нарыли, потом бы, знаете, и вдруг одновременно из всяких точек разные там фигуры возникают из-под земли и прочие всякие дела. Но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, не могём. Точно так же, как я цирк дешилей, дважды они нам предлагали. Но как только покажешь, понимаете, сейчас кто-то послушает. Вот тут одна дурочка написала в интернете, говорят, что вот стрижи будут летать, лучше бы потратили деньги на другое. Вот просто могу сказать, глупая ты женщина. Понимаешь? Потому что это праздник. А праздник – это душа народа, как говорил. Да, 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 да. Надо праздновать, надо. И эти спектакли мы же все играем бесплатно. Мы зрителям продаём билетики по 10 рублей, кто хочет купить. Только потому, что у нас мы выполняем дурацкие совершенно законы. Вот количество зрителей. Это вы уже второй раз вот это вот занимаетесь. Да, дурацких законов очень много. Например, 44-й закон. Рассказать про 44-й закон? Вот Министерство культуры выделило нам именной театральный фестиваль, 21-й фестиваль уличных театров в Архангельске. 400 тысяч. И вдруг они решили это дать на конкурс. И этот конкурс выиграло Пермь. Вы про федеральное министерство? Федеральное министерство. Этот конкурс выиграло Пермь. Причём, значит, 360 тысяч они предложили. Вот теперь Пермь не знает, что делать. Оказывается, создано много вот таких вот фирм, которые выигрывают всякие конкурсы. Вот этот вот чувак хотел по-другому сказать. Он в 40 конкурсах участвовал, 38 выиграл. Они получают аванс. И дальше он мне звонит. Я хочу с вами сотрудничать. Я говорю, ты хорошо ходишь? Он говорит, хорошо. Я говорю, иди. Я сразу ему сказал. Я говорю, с тобой случилось большое несчастье. Ты выиграл наши деньги и прочие дела. Ему сейчас 28-го надо отчитаться, как он провёл фестиваль и так далее, и так далее, и так далее. Это кормушка для коррупции. 44-й закон. Потому что везде идёт обман, везде идёт и так далее. Вот сейчас они не знают, что делать. Он говорит, я к вам приеду. Я прямо в открытую говорю, если хочешь вернуться домой, лучше к нам не приезжай. Они потом поняли. Я говорю, ребята, вы не на того нарвались. Потому что и в Архангельске, не буду называть, какие были фестивали там. По-моему, вот в Сметанинске, в Красноборске выигрывает какая-то фирма. 200 тысяч там, по-моему, было. Потом приезжает. Вот мы вам 100 тысяч даём. А они говорят, что деревенские? Ладно, нам и 100 тысяч хорошо. Он нам тоже предложил. Если не хотите сотрудничать, тогда я вам дам 312 тысяч и всё. Я его крыл вообще до невероятности. А у них ведь им что грозит? Они потом заплатят штраф за невыполнение и прочее. Но в министерстве я задаю вопрос. Скажите, вы как определяете? Там же 28 пунктов, которые надо выполнить. Они говорят, а мы смотрим на стоимость. Это прямое субсидирование фестиваля должно быть. Понимаешь? Вот в чём. Это, конечно, кошмар. Да, но тем не менее, всё-таки фестиваль-то состоится у нас. Естественно. Много мало денег тут уже. Их всегда мало на такие большие фестивали. Нет, понимаешь, не я сказал. Не буду называть фамилию человека из правительства. Дешевле, значит, всегда хуже. Да. И у вас очень много иностранцев. Ведь это испанцы, бельгийские сейчас вы перечислили. Да, Великобритания. И гораздо больше даже, чем русских коллективов. Ну, это всегда так. Нет, русские коллективы. Это ведь благодаря фестивалю выросли такие, как «Змей Радуга» в Северодвинске. Они же на фестивале. «Солнце Маори» тоже. Ведь создатели этого театра, кстати, Назар Анищук, «Солнце Маори», когда-то. Потом мы их на день фестиваля... Но иностранцы-то как, хорошо едут? Похоже, они о санкциях вообще как-то в театральном мире и не думают про это? Я думаю, что они даже там не знают про санкции. Там же так ведь не трещат по телевизору каждый день об этом. Я думаю, что как-то и... Но когда мы пишем, что вот в связи с удорожанием там евро и прочее, ни скидочку как бы нельзя, они спрашивают, а почему у вас подорожал евро там? А почему российских коллективов мало? А их нет. Вот ОРТ, да, общественное телевидение, Николаевич, талантливый совершенно интервьюер, разговаривает с Берладиным. Такой есть Юрий Берладин. Это выходец тоже от Полунина. Он, кстати, преподавал в Щукинском училище сценическое движение. Он первый начал делать театры огня много лет назад, и они к нам приезжали на фестиваль. Сейчас у него где-то есть фестивальная деревня, он вот этим делом занимается. Ему, это было месяца 4 назад, ему показывают там на кадры фестиваль уличных театров в Архангельске. Это Берладин, знак равенства с Полуниным можно поставить. Он говорит, честно говоря, мы все восхищаемся и удивляемся, как Витя Панову 20 лет удается проводить фестивали. Такого нет в России вообще нигде. У нас нет уличных театров, нет. В этом году не выступаете в Северодвинске? Дело все в том, что, понимаешь, какая вещь-то? В Северодвинске, вот, ребята, вам же ведь нельзя в критику-то говорить. Вообще, когда был Пятницкий начальник культуры, там, Виктор Пятницкий, вот у нас фестиваль в июне, а он уже в сентябре приезжал ко мне в Архангельск, составлял планы, где, как, чего и так далее, и так далее. И тогдашние начальники Пашаев, особенно жены их семьи, помогали, кстати, жены большое влияние имеют. И мы на целый день выезжали в Северодвинск, весь театр. Обязательно там шикарный ужин всегда. Потом ждали, не уехали, пока мосты же тут ночью разводились. Там гуляли с местным населением и прочее всякие дела. А сейчас там, я даже не знаю, как ее зовут, она вообще не понимает, чем она занимается. В прошлом году это по просьбе Орлова Гмырин все-таки сделала. Мы туда поехали. Но, учитывая, и в этом году мы могли бы, я не стал просто просить и Гмырина об этом, ну, сейчас он болеет тем более, и губернатора. Дело все в том, что я немножечко так пожалел Архангела Городцев, потому что в прошлом году очень многие нам звонили, и мы решили все-таки, ну, поддержать немножечко город. То есть в этот раз все-таки на День города и какой-то сюрприз еще? Сюрприз обещаете? Обещаете, да? Здесь у нас немного, конечно, театров остается на месте. Ну, какой сюрприз? Это будет фестивальная кухня в гостином дворике. Итальянцы приезжают. Нет, я читала, что что-то будет на пляже. А, нет, на пляже это будет спектакль, на пляже, да. В День города. В День города, да, да, да. Ну, это тоже уникальный такой. Я еще хочу его продлить, потому что они потом уходят как бы в воду и уплывают. Я ищу сейчас, если еще один будет, тогда это будет, найдем тут один коллективчик. А вот, знаете, в социальной сети, когда обсуждаются вот фестивали ученых театров, там, ну, такие ни жалобы, ни претензии, а то, что вот когда театр выступает на площадке, да, зритель только первые ряды видит, а остальным вот не продлится. Вот понимаете, вот я должен зрителям объяснить, конечно, это... Я понимаю ваши жалобы, но я, как бы говорю, мы же народ-то дикий, поэтому, посмотри, в каком городе нормальные же люди не будут в таком городе жить. И мы всегда, в хорошем смысле этого слова, мы хотим поближе, мы хотим поэта. Вот в этот раз мы будем ленточками где-то выгораживать, чтобы это было подальше. Ну, некоторые артисты просто даже, им, кстати, нравится, что зритель весь такой, но бывает, что и мешают зрители, могут там в глаз ткнуть, там еще что-нибудь и прочее всякие. То есть у нас культуры уличных театров нет за эти 20 лет, что ли? Или зритель изменился? Ну, нет, зритель... У нас дебилов больше стало, чем было, кстати говоря. Я не боюсь этого говорить. Дебилов стало больше, чем... Вот в связи с интернетом, этой общей доступностью и так далее. Вот. Значит, дело в том, что если уличный театр поднимается вот на... Это уже не уличный театр, это вынос из этого. Уличный он должен быть вот наравне со зрителем. Я обращаюсь к зрителям вот чуть-чуть подальше и слушайте наших волонтеров, которые все-таки будут... И потом еще другой разговор. Нигде в мире около театров нету такого количества зрителей, как в Архангельске. Это и все иностранцы говорят. Нигде в мире этого нет. У нас очень много. У нас... У нас приезжают как на нормальный театр ходят, да? Несмотря на то, что он уличный. И это хорошо. Как в театру отношения. Вот ты говоришь за счет публики. Вот я проводил тут социологический опрос. Уже ходят внуки тех, кто ходили на первые фестивали в 90-м году. Можете себе представить? Это стало уже частью жизни Архангельск. Ну вот мы начали, наверное, уже этот разговор. И вы уже не раз об этом говорили. Вот если нет все-таки бюджетного финансирования, вот такая организация всероссийских, ну уж не говоря о том, что международных праздников, это все-таки удел фанатиков? То есть это невозможно? Нет. Во-первых, дело в том, что я вообще, честно говоря, не понимаю политику и Министерство культуры. При Швидком было другое дело. Он, во-первых, я не ожидал, когда он был министром. Я у какого-то театра смотрю спектакль, вот Швидкой. Я испугался. А мы с ним знакомы, кстати, по дружбе Гельман, Савиной и так далее. Эта компания была. И я, что такое? Говорят, прилетел министр культуры. Он за день отсмотрел все спектакли. В ночном клубе он все сказал, что думает о нас и так далее, и так далее. Он потребовал на шесть человек тогда звание. Дали же, при нем дали и Глушенко, и Малевинская, и Яна Панова. И мне тут по пути заслуженный деятель искусств. И он сказал, то, что делает у вас Панов, в Москве никто не... Это его слова, они зафиксированы где-то. Он финансировал неплохо фестиваль. Я даже как-то за добавкой приезжал, не хватало. Вот я сегодня полетел к нему. Завтра быстро они там угрев в агентстве подписали. Так мы говорим о том, что без бюджета все же не обойтись. Без бюджета никак. Нет, вообще, ребята, культура на самоокупаемости, это все равно, что картошка на самоокучивание. Я это говорю. Культуру надо покупать. Понимаешь? И на спонсоров нечего надеяться? А нет. Да нет у нас спонсоров. Я могу сказать, во-первых, у меня главный спонсор, это, во-первых, поддержка, главное, это идет от Орлова. В прошлом году, если бы не губернатор, не было бы фестиваля. За это ему просто низкий поклон от всех зрителей и от нас и так далее, и так далее. В этом году Алексей Леонидович Кудрин, вот он второй год подряд, вот банк открытия сейчас будет у нас, который, вероятно, будет постоянным нашим спонсором. Дальше не буду пока называть фамилии пяти областных депутатов, которые у них там есть какой-то фонд и так далее, но могу сказать, вот Гришин, например, отдает весь свой миллион на фестиваль, вот он понимает, да, и другие депутаты там по 500 и прочее всякие дела. Я ведь тоже с ними, когда говорю, я понимаю, что у вас есть деньги где-то в Вельске, в Шенкурске, крылечко отремонтировать, гречневые крупы бабушке подарить на 8 марта, но это не есть, ребята, извините, культура, вот пример же, вот Толстой Путину сказал, по телевизору я слышал, к Черчиллю пришли, значит, там парламентеры и говорят, давай-ка сократим финансирование культуры и образования, увеличим финансирование вооружения, Черчилль сказал, а тогда чего мы будем защищать, правильно? Я тоже, вот мы сейчас на армию столько грохаем, я задаю вопрос, почему офицерам квартиры выдают, а артистам нет? Ведь, опять же, один из ведущих экономистов в передаче у Архангельского спросил, я не понимаю Министерство культуры, они каждый год сокращают финансирование культуры, они не понимают, что они подрывают экономику будущего, не будет культуры, не будет экономики. Да, каждый год у нас мы все равно возвращаемся к этой теме, да? И поэтому это надо понимать, на уровне верхнем надо это понимать. Виктор Петрович, как вы относитесь к этой идее объединения в Архангельске, может быть, в области нескольких фестивалей или и выставок, это и уличные театры, и театральные, и музыкальные, и джазовые, может, гастрономические выставки, там, фотоинсталляции, вот это вот, такой сделать арт-фестиваль современного искусства, может быть? Нет, ты понимаешь, какая штука? Наверное, господи, как мы ездили... В других городах ведь есть примеры, да? Нет, мы ездили в Новосибирск, вот не помню, как это называлась эта акция, шаг там, значит, следы такие и прочие всякие дела, там все, предпринимательство, культура, образование, всемга, шмемга и так далее, и так далее, вот все объединено, как-то название-то хорошее, я приехал тогда с этими документами нашими, говорю, давайте это сделаем, где одновременно все показывается, и это что-то там... То есть вы согласны, да, вообще, теоретически? Я, в принципе, готов, ребята, мы вынуждены будем это сделать, потому что, извините меня, позорный фестиваль барабанов, ну, стыдобище называть вообще это фестивалем, или стыдобище, как правильно, вот сейчас любой приезжает из деревни, девочка-то, откуда-то Исакова приехала, а я буду проводить фестиваль. Почему? В позапрошлом году они же проводили фестиваль джаза, где Тарасов при пустом зале играл. Почему? Понимаешь? Поэтому, в принципе, господи, вылетело из головы название, но мысль хорошее, потому что там все, и причем город-то живет, там все вот эти вот столбы, ребят, там по образованию, тут все, получает человек информацию всяческую просто. И театр и оперный работает, и театр красный факел, и все дела. Вы считаете, у нас возможно это все-таки? Понимаешь, какая вещь? Все равно все зависит от руководства. Я подозреваю, что я опять все-таки сторонник того, что в стране пока не поменяется полностью система управления, когда полностью в нашем министерстве культуры не поменяется, и они живут методами 60-х годов. Я тебе привяжу маленький такой пример. Вот я сейчас положил на стол губернатору и некоторым министрам, значит, год литературы, да, год культуры завален в стране. Это не я сказал, это и Шахназаров сказал, это все сказали. То есть, среда культурная, так она и не создана. Теперь год литературы, господи, Поляков, да, главный редактор там, он и писатель, и прочие всякие дела, говорит, уже завален везде. Я предложил такую вещь, называется литературное чтение молодежного театра. У меня 8 спектаклей, которые поставлены не по пьесам, а по литературным произведениям, инсценировке, там Герман, там Бунин, там Бёрдс и так далее, и так далее. Абрамов, еще и юбилей Абрамова. Я это дело предложил, значит, 8 этих спектаклей. Вы договорились с Лойтером, что журналист, он председатель союза журналистов и так далее. Поскольку народ тупой до невероятности, все спектакли будут обсуждаться с писателями. Это Матонин, это Чубар, это Попов, писатели наши, архангельские, все будут обсуждаться. Раньше, когда я рос, обсуждались спектакли. Они будут писать сочинения по этим темам. И мы какие-то призы установим и прочие всякие дела. И ты что, думаешь, это кого-то сильно заинтересовало? Я, например, прихожу к доценке Лени, я ее очень уважаю и так далее. И Лена говорит, а мы не обязаны заниматься молодежными, я бы не понял. Ты же Министерство по борьбе с молодежью. А вот у нас гранты, вот молодежь, которая и так далее, молодежь тебе гранты назаявляет, извините, пожалуйста. Все равно ее надо направлять. Ей управлять не надо, но надо направлять. В общем, хотите, проводите. Да, хотите, проводите. Я предложил так, пускай правительство выкупит эти билеты в год литературы и бесплатно раздаст ребятам. Я уже договорился, что из Анеги два автобуса приехали бы, из Калмогор приехали бы зрители. Это я договариваюсь. А почему не Министерство? То же самое по борьбе с молодежью. Вот у них есть свои планы, они четко работают. Вот и все, пока мы вот по этим только инструкциям живем, ничего у нас не будет в стране, это абсолютно точно. У нас с вами такой получился все равно, как всегда, проблемный разговор далеко и не о уличных театрах. Однако самые дорогие вашему сердцу уличные театры вот за эти 21 годы есть такое? Кому вы особо прикипели и хотели бы их видеть еще и еще? Ну, во-первых, кого я хотел видеть, я увидел в прошлом году. Это Польмаровка. Это Лео Басси, который с медом. Это вообще сумасшедший. Сумасшедший совершенно человек. Это театр КТО, который вот опять в этом году к нам приезжает. Ну и, конечно, театр Турбо-Кокуэт был, где вот похороны мамы еще в трамвае гроб возили, когда это свадьба. Это где вот носят человека закуской, облепленного с этим кранчиком и прочие всяческие дела. Но они очень сильные хулиганы, и они предложили спектакль, где они абсолютно обнаженные. Я ему пишу, это мы уже прошли, как его, эту всю штучку. Что-то немножечко уже забихрение. Я говорю, вам уже нечем хвастаться, чтобы голым ездить на велосипедах по городу. Это мои любимые театры. Ну, Турбо-Кокуэт, конечно, на первом месте. По озорству, по хулиганству и так далее. Технически, конечно, это вот на батутах, которые разбились с этими самыми сходулями. Ну, с батута тройное сальто сходулями. Вот здесь на набережной делали они тоже. Ну, много, много было хороших. Но это такие самые, я бы сказал, угольные. Ну, а в этот уличе, в этот фестиваль? Чего? Как вы считаете, кого выделите? Я не боюсь. Не буду я выделять никого. Зачем оскорблять других людей? Вот самое интересное, что вот Батида, они вышли на нас, Батида. Да нет, да нет. Они были в 1990 году у нас. И вдруг пишут, а вы что-то, ребята, блин, о нас забыли. Забыли. На первом фестивале они были. Ну, нет, много было замечательных. И вот фильм, помню, который Андрей Чураков снимал с ребятами, когда дождь, ливень, и полно народу смотрят. Вот стоят как раз и Батида была, и вот голландский театр, который с водой, о, хорошо, что дождь идет. И зрителей полно. Я, понимаешь, какая вещь? Вот сейчас у меня вызывает некоторые опасения. Вот ты же, мы же с тобой вместе живем в этом городе. Вот фестивальные, карнавальные шествия, десятки, десятки тысяч людей шли в карнавале. Сейчас вот, я думаю, тем более, что в прошлом году дождь поломал, карнавал, да? Вряд ли столько народу уже придет. Сейчас, понимаешь, вот это уродство, вот селфи, шмелфи и так далее. Сейчас у людей, что-то, вот с ума посходили. Им бы вот это пощелкаться, о чем психиатры говорят, что это серьезнейшее заболевание, кстати говоря. Может, надо это пережить? Как вот такое время, поколение? Ну, переживем, как переживаем СПИД, например. Да, наверное. Переживем, и с удовольствием переживем и фестиваль уличных театров. Спасибо вам большое. В студии был режиссер, художественный руководитель Архангельского молодежного театра, заслуженный деятель Искусств Российской Федерации, Кавалер Ордена Почета и Ордена Дружбы Виктор Панов. Для города фестиваль – это, конечно, объект туристической привлекательности. Вот, например, во французском городе Ницце каждый год проходит по 2-3 крупных фестиваля – джазовые, поэтические, книжные, цирковые, всяческие знаменитые карнавальные шествия, выставки. И только благодаря фестивалям вот за последние годы этот маленький внештатный городок по сравнению с XIX веком превратился, в общем, стал известен всего миру. Я венчался, кстати, в этом городе с нашей… В Ницце? Да. Русский собор Николаевич. Свидетель, да. И вот сейчас при населении менее 350 тысяч человек в Ниццу приезжает уже где-то 4 миллиона туристов в год. Ну, конечно, нет у нас Лазурного берега, чего нет, того нет, но есть зато талантливые и увлеченные люди, которые готовы сделать для всех нас такой яркий, интересный праздник. Чтобы у нас развернулась душа, чтобы в голову полезли, наконец, красивые, умные, добрые мысли. Ну, вот такие дела. До встречи. Интерно называется то, что было в Новосибирске. Интерно. Сделай шаг. Мы тоже с вами сделаем шаг. Все вместе. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин